Пустые столы, пустые коридоры. В офисе Росгостраха непривычная тишина. Полисы ОСАГО здесь теперь не продают, новых клиентов не ждут. Получить ОСАГО и раньше было трудно, а теперь единственный офис страховой компании фактически перестал работать. Я не могу застраховать свою машину. В городе остался единственный офис. Все компании закрылись, Росгострах с 1 августа тоже перестал страховать именно ОСАГО. И правда, с 1 августа сотрудники конторы перестали страховать водителей. И последние в порыве отчаяния теперь буквально штурмуют здание. Выходите, народу выходите, ё-моё, сидите там. Других подобных фирм в городе просто нет. Более того, по словам автолюбителей, полис нельзя приобрести и за пределами города. В Оренбург звонишь, с Кумертаву не принимают. Народ говорит, едут, там страхуют. Кому верят, что, а звонишь, везде сайты закрыты. Ты так же в интернет выходишь, доходишь до этой компании, сайт закрыт. Стрелетамак ближайший. Но ездили мужчины, сказали, что приехали оттуда. Им ответили, езжайте туда, откуда приехали. То есть там тоже не страхуют. Там такая же проблема, такие же очереди. И мы физически не можем туда каждый день ездить, отмечаться. Очередь на сегодняшний день более 300 человек. И постоянно растёт. Водители дошли и до местной администрации. Здесь сказали, что и в других городах такие же проблемы. Три города в республике Башкортостан. Это Татуймазы, Стрелетамак и Кумертау. Самые такие напряжённые. Но практически все остальные города находятся в предграничном таком состоянии. То же самое, можно сказать, завтра, послезавтра такая проблема выстрелит. В компании Кумертауский офис, который перестал выдавать полисы с 1 августа, поясняют. С рынка ушли все остальные страховщики. Фирма тоже не в состоянии тянуть весь город. Жители которого так хорошо знают свои права. Ситуация на рынке ОСАГО накаляется уже не первый год. На самом деле всем и регуляторам, и властям известно про эти проблемы. Росгострах в республике застраховал 600-650 тысяч человек. Уже только за первое полугодие этого года мы выплатили по страховым событиям 1 миллиард 600 миллионов рублей. И одновременно у нас в республике более 30 компаний аккредитовано, которые занимаются ОСАГО. У меня всё-таки вопрос, где же эти компании. Потому что один Росгострах всё на себе тянуть, к сожалению, не может. По словам Юрия Яковлевича, если бы помогали другие страховщики, то проблемы жителей Кумертау были бы решены. Но сразу напрашивается другой вопрос. Почему же другие компании ушли с рынка в нашем городе? По словам заместителя главы администрации Ирины Александровны, были написаны и разосланы письма другим страховщикам. Мы вам подберём помещение, людей, всё, что хотите. Даже готовы в администрации выделить кабинеты. Приедьте к нам. Все нам ответили. Так как полисы ОСАГО убыточны, особенно в Кумертау, мы приезжать на территорию нашего города не будем. В других регионах страховые компании работают себе в убыток. Сейчас в стране определён список из шести так называемых токсичных регионов. Здесь выплаты по факту ДТП превышают всю выручку от продажи полисов. И с этим уже начали бороться. В ряде регионов Российской Федерации сейчас введён эксперимент по работе единого агента по продаже полисов ОСАГО, когда страховщик обязуется реализовывать полисы не только страховой, но и всех иных без исключения страховых организаций, которые имеют лицензию на ОСАГО. То есть это будет такой страховой агент, который будет полномочия заключать договор ОСАГО от имени всех компаний страховых. То есть не будет так, что на территории Кумертау представлено из страховых услуг в Швязь только одной компанией. То есть приезжает единый агент и способом случайной выборки, грубо говоря, рулетка, выбирает любую компанию, с которой человек заключает ОСАГО. Таким образом будет соблюдаться равновесие заключения полисов. Не будет такого, что у кого-то много, у кого-то мало. Но и самое главное, что не будет никаких очередей, и все будут 100% покрыты эти услуги. Такая схема распределяет убытки между несколькими страховыми компаниями. И работать становится легче. Башкортостан в список токсичных территорий не вошёл. Но сейчас правительство республики принимает усилия по включению в эксперимент. Это позволит решить проблему с полисами и нормализовать ситуацию не только в Кумертау, но и других населённых пунктах Башкортостана. В результате длительных переговоров с различными страховыми компаниями России были достигнуты успешные результаты. Буквально сегодня стало известно. Две новые страховые компании в ближайшее время откроют свои филиалы по выдаче полисов ОСАГО на территории Кумертау. Продолжение следует...